Я думаю, многие из вас не раз встречали на просторах Сети забавные шаржи, изображающие то, как могли бы выглядеть дети мировых знаменитостей, если бы природа распорядилась создать их точными копиями своих отцов. Подробный ролик о дочерях звезд с неординарной внешностью можете посмотреть у меня на канале. Уверен, вам понравится. А в этом видео я собрал не менее удивительный цветник из дочерей голливудских актеров, рассказ о личной жизни и успехах в карьере которых я и предлагаю вашему вниманию. Я думаю, практически все из вас знают, какому голливудскому актеру принадлежит этот пронзительный взгляд. Правильно, неподражаемой звезде вестернов Клинту Иствуду. Но я также уверен, что мало кто сможет сказать, сколько у Иствуда детей. Формально актер был женат дважды, но отнюдь не только эти две женщины сделали актером многодетным отцом, а их у него семеро. Двое сыновей и аж пять дочерей. Причем все дочери режиссера появились на свет от разных женщин. Старшей дочке исполнилось 53, а вот самая младшая недавно отпраздновала свой 21 день рождения и приходится тетей своему 34-летнему племяннику. И с каждым из своих семерых детей 87-летний режиссер Клинт Иствуд старается поддерживать близкие отношения. Ведь глядя на такого успешного отца неудивительно, что все его дочери попробовали себя в актерстве. Хотя актерство для них стало скорее хобби, чем серьезным увлечением, чего кстати не скажешь о его младшем сыне Скотте Иствуде. Но в формате этого видео уделим наибольшее внимание одной из дочерей режиссера Франческе Рут Фишер Иствуд, которая появилась на свет, когда отцу было аж 63 года. Мама Франчески, актриса Фрэнсис Фишер, в основном посвящала свое время театру, однако и в ее фильмографии есть несколько запоминающихся работ. Возможно вы вспомните ее в роли матери Роуз из Титаника или в роли Элис в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный». Так вот Франческа буквально с пеленок была погружена в глубины киноиндустрии и уже в двухлетнем возрасте была задействована вместе со своей мамой в съемках кинокартины «Счастливые звезды над Генриеттой», одним из продюсеров которой выступил Клинт Иствуд. Но в трехлетнем возрасте родители Франчески разорвали свои отношения и ее папа женился на Дине Иствуд, которая была моложе его на 35 лет. У девочки, правда, сразу сложились хорошие отношения с мачехой, поэтому перед поступлением Франчески в школу было решено, что учиться и жить она будет в Кармеле с папой и его новой семьей, а каникулы проводить с мамой в Лос-Анджелесе. И немного подросшая Франческа снова попала в кино. За свою вторую роль в триллере «Настоящее преступление» режиссером, продюсером и исполнителем главной роли, в котором был, как ни странно, ее отец, шестилетнюю Франческу номинировали на лучшую актрису до 10 лет – премию для молодых актеров. Но в детские годы юной Франчески так и не удалось засветиться на киноолимпе. И свою известность актриса получила уже в возрасте 18 лет, благодаря реалити-шоу «Мисс Иствуд» и компания со своей мачехой Диной, сводной сестрой Морган и джаз-группой Овертон из Южной Африки. Иногда в кадре появлялся и отец семейства, а в 2013 году Дина подала на развод с Иствудом. Далее в кинокарьере нашей героини были лишь съемки в не самых успешных фильмах отца и его друзей, незначительные роли в ТВ-сериалах и участие в короткометражках. Что касается же личной жизни Франчески, то известно, что в 2012-13 годах бойфрендом был Тайлер Шилдс, разница в возрасте с которым в 10 с лишним лет ее ни капельки не смущала. А 7 ноября 2013 года Франческа вышла замуж за брата Джона Хилла Джордана Фильштейна. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе, но уже через 18 дней Иствуд подала заявление об аннулировании брака. С 2017 года Франческа состоит в браке с актером Клифтоном Коллинзом, пытается делать карьеру в модельном бизнесе, пробует себя в качестве телеведущей, увлекается стрельбой, конным спортом, гольфом и ведет Инстаграм. Всемирно известный бельгийский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм, настоящее имя которого Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг был женат 5 раз, причем пятой женой стала его бывшая третья жена, чемпионка Америки по бодибилдингу в фотомодель Гледис Португез. Правда в марте 2015 года она снова подала на развод, однако позже отозвала свое заявление. Именно в отношениях с Гледис в 1990 году и появилась на свет их дочь Бьянка Ван Варенберг. И с присущей многим звездным детишкам закономерностью Бьянка стала актрисой совершенно случайно, когда во время съемок одного из фильмов ее отца потребовался ребенок. Дебют Бьянки в кино состоялся в 2008 году с небольшой роли девочки Кесси, дочери персонажа Жан-Клода Ван Дамма, в фильме «Специальное задание». С ранних лет девочка занималась конкобежным спортом и мечтала участвовать в Олимпиаде, но из-за травмы пришлось отказаться от этих планов. И глядя на успехи своего отца, постепенно втянулась в такие ненавистные с детства боевые искусства и даже освоила некогда прославивший Ван Дамма невероятный удар ногой в прыжке. С тех пор она снялась в шести фильмах отца и даже выступила в роли сопродюсера двух его картин. Но 27-летняя дочь Ван Дамма долгое время никак не могла определиться со сценическим псевдонимом. Девушка начала карьеру под настоящим именем Бьянка Ван Варенберг, продолжила как Бьянка Бри, а затем стала Бьянка Бри Ван Дамм. Потому как в 2012 году твердо решила, что хочет построить карьеру самостоятельно и не использовать раскрученную фамилию отца. Но что-то в жизни пошло не так и через несколько бездарно потраченных лет ее взгляды кардинально изменились и теперь она с радостью использует все привилегии всемирно известного имени. Сейчас Бьянка живет в Нью-Йорке, рисует, пишет сценарии и гордо демонстрирует свое гибкое тело, которое унаследовало от папы и от мамы. И последними в нашей сегодняшней подборке будут сразу три сестры, три дочери голливудского актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. София Систин и Скарлетт появились в семье Слая в его третьем браке с американской моделью Дженнифер Флавен, которая младше Сталлоне на 22 года, но даже сейчас выглядит вполне себе ничего. Как утверждает Сильвестр Сталлоне, он очень гордится своим цветником и с удовольствием выводит девочек в свет, пророчием большое будущее. Ведь как заведено в семьях многих голливудских звезд, если рождается девочка, то как минимум карьера модели ей уже обеспечена. Никаких усилий для этого прилагать не надо. Популярность родителя уже все сделала за тебя. Этой тенденции придерживаются и дочери Слая. 21-летняя София и 19-летняя Систин уже начали карьеру моделей. И несмотря на то, что младшенькой Скарлетт пока только 15, я не сомневаюсь, что если она решит покорить мир моды, то ей это удастся, как и старшим сестрам. Стоит отметить, что у Скарлетт имеется и актерский опыт. В 2014 году ей досталась эпизодическая роль в триллере «Достань меня, если сможешь», где ее папа исполнил главную роль. А вот средняя Систин идти по стопам отца не намерена, так как считает, что актриса из нее ужасная и просто ненавидит говорить текст на камеру, зато о карьере модели задумывается всерьез. А ее папа с мамой этому только способствуют. Сильвестр регулярно публикует портреты дочери и пиарит ее в Инстаграм. А ее мама Дженнифер, как бывшая модель, обучает дочку тонкостям и секретам теперь уже их общей профессии. Но старшую свою дочь Рокки опекает пуще всех, потому как Софи в 2012 году перенесла вторую операцию на сердце. Девочка родилась с дефектом сердечного клапана и первая операция была проведена ей еще в младенчестве. Сталлоне, как и любой отец, всегда сильно волнуется за своего ребенка. Сейчас девушке 21 год. Она учится в университете Южной Калифорнии, является активной участницей различных общественных организаций и пробует себя в качестве актрисы, хотя фильмов в ее постужном списке пока нет. Есть только сериалы, где она играет лишь саму себя. Скажите, а способны ли сегодняшние дети знаменитостей хотя бы прикоснуться к уровню своих родителей? Или им достаточно этого пожизненного статуса дочери-сыночка и большего им не требуется? Друзья, если знаете достойных звездных отпрысков относительно современных, то есть о которых вы узнали за последние лет 10, то напишите их имена в комментариях под этим видео. Интересно, кто же эти достойные представители современной голливудской молодежи? И вообще, сколько таковых наберется? А на этом пока все. Жду вас снова у меня на канале и до скорых встреч в новых видео.